Доброй ночи! У нас сегодня в гостях человек, который является новым лицом нашей украинской политики. Это кандидат народной депутаты Светлана Залещук. Украинский политик, журналист, общественный деятель. Сооснователь ряда знаковых общественных организаций и движений. Центр Юэй, Честно, Новый гражданин, реанимационный пакет реформ. Карьеру журналиста начала на Пятом канале. Работала репортером в международном отделе. После оранжевой революции стала пресс-секретарем вице-премьер-министра Украины. Позже зав. отдела департамента информационно-аналитической работы в секретариате президента Украины. Сегодня она кандидат в народные депутаты от блока Петра Порошенко. Светлана Залещук. В программе Наталья Влащенко. Люди. Хараток. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. Вы знаете, я читала подробно вашу биографию, читала ваше интервью. И меня удивила одна деталь очень. Вы нигде вообще не говорите о своей семье. Никогда. То есть вы рассказываете о каких-то проектах, о работе, о том, что вы делали на Майдане, еще что-то. На семье вообще ни слова. Кто ваша семья? Вы вообще киевлянка? Нет. Я родилась в городе Жашкове, в Черкасской области. Рожила там все свое детство. С родителями, конечно же. И приехала сюда уже учиться в институт журналистики. До этого мой старший брат переехал учиться. А потом уже и родители приехали. Но так получилось, что мы уже не жили вместе с ними. Уже как-то по-разному. Разная была работа, разное занятие. А из какой вы семьи вообще? У меня мама учитель. Она преподаватель русского языка и литературы. Но последние лет 15 или 20 даже она работала директором дома детского творчества. А папа у меня экономист, юрист. Он банкир, на самом деле. Он последние 20 лет работал руководителем разных банков. В том числе в Киеве. Вот там уже в Жашкове, да? А в Киеве тоже, да? Это началось в Жашкове, но потом он переехал. У него появилась хорошая работа в Киеве. Поэтому он перевез ее маму потом в конце. И таким образом, ну да. А фактически родители уже потом переехали в Киев? Да. Понятно. Ну то есть вы выросли в семье таких вот, то, что называется там интеллигенция, да, украинская? Можно так сказать, да. У меня бабушка тоже учитель, преподаватель. В общем-то, можно так сказать. Вы закончили факультет журналистики. И насколько я знаю, очень многие молодые люди, да практически все, все мечтают о работе в поле. Все мечтают о журналистской славе. Все мечтают, что они станут там высококлассными репортерами, прославятся на весь мир. Или станут лучшими интервьюерами в этой стране. Там кто-то хочет быть опрой, кто-то еще кем-то. Вы практически сразу после вуза, может быть, даже когда и учились, сразу пошли работать к чиновникам. Ну вот, стали пересекретарем, работали с Рыбачуком, работали там еще с кем-то. Я вот сейчас уже не помню, нужно посмотреть. А почему вы не пошли в практическую журналистику? Вы же там очень мало работали на какой-то студии, я помню. Ну, это не совсем так. С первого курса, вы, наверное, знаете, что все журналисты начинают работать. И с первого курса мы сделали первый журнал в Институте журналистики, полноценный, полноцветный, который был... В общем-то, мы начали эту традицию, выдавать этот журнал. Я была главным редактором с небольшой командой. На втором курсе мы уже стажировались на каким-то телеканалам. Например, я была на международном отделении на УТ-1, на национальном. На третьем курсе я уже полноценно начала работать, и в том числе зарабатывать деньги какие-то. Это был канал Express Inform, который позже, как вы знаете, стал пятым каналом. Вот, в общем-то, несколько лет с каким-то перерывом, потому что я училась, надо было писать баклабскую, магистрскую работу. Я работала, по сути, на пятом канале, в том числе я провела там оранжевую революцию, когда репортеры были не только журналистами, но и, я бы сказала, такими революционерами в том числе, потому что на плечах журналистов все-таки была очень важная роль. Я помню, что в одном руке вы держали там оранжевый флаг, в другой руке вы держали микрофон, и вы были в авангарде вот этого движения гражданского, которое начиналось тогда еще в 2005 году. А почему же вы не захотели оставаться в журналистике? Вы знаете, так получилось, что я была международным репортером. Это такой вот, как бы, такой философский вопрос. Мне встает интересно, вот почему молодой человек уходит работать в чиновнике. Это, для меня, это не совсем была такая трансформация. По крайней мере, тогда я ее совсем по-другому воспринимала. Я была международным репортером, и когда мы пережили революцию, все-таки это тоже какой-то кризис внутренней идентичности. Извините, а что такое международный репортер? Это вы были спецкуром в какой-то стране? Нет, мы были в украинской редакции Пятого канала, но занимались именно международными новостями. То есть все, что происходило в мире. И я сказала, что революция, это все равно общество переживает такую глубинную трансформацию какую-то. Это очень, ты переосмысливаешь не только то, как живет страна, но и, в общем-то, свою какую-то роль определенную. И тогда тоже была новая волна, в общем-то, наверное, как и сейчас. О том, что должна мобилизация происходить на всех уровнях. Должны люди переосмысливать, что они могут больше сделать, какую ответственность они могут взять. И тогда, вы знаете, пришла новая команда во власть оранжевая. И мой руководитель моей магистрской работы, он меня встретил и сказал, ты бы не хотела попробовать пойти работать к вице-премьеру по европейской интеграции. Международная тема тебе интересна, ты этим училась, в общем-то, занималась. Это какой-то новый такой виток, новая сфера. И когда я познакомилась с командой Рыбачука, сначала, честно говоря, вот сначала я восприняла это так, как вы. То есть серые стены, серые люди, серые какие-то костюмы. А журналисты, вы сами прекрасно знаете, я ездила тогда на мотороллере, у нас начиналась, например, моя смена утренняя в 3 утра, заканчивалась там в 2 ночи. То есть это совершенно другой какой-то даже подход в жизни. Но когда я познакомилась с Рыбачуком и его командой, я поняла, что это все молодые ребята, которые знают несколько языков, которые мыслят категориями, как вывести Украину на международную арену, как превратить Украину, которая была в постсоветском пространстве, страну с транзитной демократией, на совершенно новые горизонты. И это было вызовом. И именно поэтому я приняла такое решение. Светлана, после этого был ряд проектов общественных, еще мы к ним вернемся, о них поговорим. И вот сейчас вы приняли решение идти в депутаты. Ну, собственно, вы уже фактически стали депутатом, народным депутатом. Я перед тем, перед нашим интервью просматривала, как я уже говорила, ваше интервью и ваш фейсбук. И в этом сгорю еще пишется о том, что, к сожалению, вот вопрос формирования коалиции был замылен, закрашен, забултан вопросом зарплаты депутатам, потому что там была большая, так сказать, дискуссия на эту тему. И вы считаете, что, ну, второе важнее, ну, вы ведь сами подняли этот вопрос, насколько я понимаю. Вы, Мустафа, подняли этот вопрос еще до того, как вы пришли в парламент. Ну, я бы хотела разделить это, совершенно разные масштабы вообще, вопросы. Когда мы говорим о коалиции, давайте начнем с этой части, мы говорим о том, что сейчас мы формируем повестку дня для страны на пять следующих лет. Мы договариваемся о определенных приоритетах, как партнера вообще в парламенте сейчас. О коалиции мы поговорим еще. Я просто говорю сейчас о другом. Я другой вопрос задала. Да, пожалуйста. Почему вы обиделись на то, что второразрядный вопрос обсуждается больше, чем перворазрядный, безусловно, безусловно, конечно, самый важный вопрос, вопрос коалиции. Если вы сами подняли этот вопрос... Я не обижалась. Это, в общем, еще раз, нужно тогда поднимать просто этот вопрос и мой пост в Фейсбуке. В этот день, на самом деле, как раз началась такая лицеада, тема, да? То есть вот в стране начали все парламенты, когда было понятно уже результаты предварительные, политические силы начали обсуждать, какая будет коалиция, что в нее будет заложено. Но параллельно в Фейсбуке, в соцсетях намного больше внимания получил вопрос о Мустафе, который на одном из эфиров определенным образом высказался там про депутатскую зарплату. Это просто несопоставимые масштабы. Я говорю о том, что мы иногда уделяем намного больше внимания каким-то, ну, на самом деле, мелким вопросам, нежели к глобальному будущему, о котором сейчас стоит перед нами. Мысль совершенно понятная, но, может быть, тогда и вам не нужно было начинать с этого. Мы не начинали. Вы не совсем, может быть, правильно возвращаетесь к этому. Когда мы решили пойти в парламент, мы дали первую пресс-конференцию. Вышли молодые все ребята, которые пойдут по разным политическим спискам. И был один из вопросов журналистов, я уже не помню, кто его задал. Они спросили, как вы будете выживать на сейчас урезанную зарплату, потому что ее, как вы знаете, несколько месяцев назад урезали, по-моему, в три или четыре раза на самом деле. В рамках, ну, то есть, понятно, в стране экономический кризис. И в этом была суть ответа, что действительно мы, как журналисты, я, как, например, исполнительный директор своей организации, получала в три или в четыре раза больше денег. Поэтому это тоже вызов определенный для наших семей, для нашей возможности удерживать, возможно... Ну, с вами это понятно. Вы же сразу сказали, что вам будет помогать отец, и вы для себя совершенно четко понимаете, куда вы идете, на какую зарплату вы идете, у вас-то не вызывает никаких сомнений. Но вот я думаю, что высказывание Мустафы вызвало такие сомнения вот почему. Потому что в ту декларацию, которую он подал, Иона и Сергея Лещенко, если ее разделить, ну, их общий доход годовой на 12 месяцев, то из нее проистекает, что они и жили на такие деньги. А как же они до парламента жили на такую зарплату, а теперь им будет очень трудно? Что бы произошло? Ну, смотрите, во-первых, это, наверное, вопросы к самому Сергею и Мустафе. Я бы не хотела за них отвечать. Но у Сергея, по-моему... Я просто говорю, почему вы так удивились? Нет, нет, у Сергея, вы не правы, у Сергея как раз из нас всех троих самая большая декларация. У него достаточно хороший был доход за последний год. Вы можете это посмотреть. Я вчера смотрела это. Мустафа указал декларацию 10 тысяч, Сергея, по-моему, зарплата была, вот та зарплатная часть, которую он указал, там были иные доходы, она как раз была, по-моему, там около 8 тысяч, что-то, 3-7. Это некорректно. Мы можем сейчас с вами проверить. У него было около 300 или 400 тысяч гривен за год. Поэтому вы сейчас не совсем правы. Хорошо, хорошо. Я просто вам покажу публикацию, покажу саму декларацию. Он заявлял сначала про 350 тысяч, но задекларировал другие деньги, насколько я знаю. Это не совсем корректно. Вот мы можем сейчас зайти с вами на сайт блока Петра Порошенко. Там действительно отображено, что у него из всех молодых, которые пошли, была одна из самых успешных деклараций. Хорошо, я тогда вопросом задам по-другому. А как вы считаете, когда молодые депутаты говорят, мы не сможем жить на такие деньги, в Киеве на такие деньги жить невозможно. А что делать тогда тем людям, которые живут на такие деньги в Киеве? Мы им таким образом даем индульгенцию, чтобы они брали взятки или жили каким-то образом нечестно? Как им поступить? Им, вы имеете в виду, людям? Вы знаете, это просто разного рода вопросы. Здесь нужно понимать контекст, и о чем мы вообще говорим. Давайте поговорим о Мустафе. Мустафа, один из самых известных журналистов в стране. Одним из самых влиятельных журналистов в стране. Человек, который построил свою карьеру тем, что он никогда в жизни не брал взяток. Он никогда не писал заказных материалов. Это человек, который уходил из канала, если там была цензура. Светлана. Позвольте, это важно. Это человек, который учился за границей. Который, например, проходил стажировки в том же числе в Стэнфордском университете. Одном из лучших университетов вообще в мире. Человек, который до сих пор не имеет ни квартиры, ни машины, ни одной недвижимости. Почему? Потому что наша страна не позволяет зарабатывать честным людям. И вот этот человек, который после революции сказал, я готов сейчас взять на себя ответственность, пойти в политику и оставаясь честным человеком, который не будет брать взяток. Потому что вся его карьера это, в общем-то, доказывает. Он сказал, я готов работать, чтобы что-то поменять изнутри. Вы понимаете, в других странах цивилизованных, европейских, такие бы люди, как Мустафа, они были бы на вершине, в общем-то, каких-то возможностей с точки зрения получения, опять же, и зарплаты, и жизни комфортной и так далее. Но Мустафа это один из тех молодых лидеров, который отказался, который не продал душу для того, чтобы что-то сделать. И сейчас, когда он честно говорит, единственный, возможно, из предыдущих всех восьми парламентов, семи парламентов, когда он пришел и сказал, вы знаете, предыдущие депутаты никогда не поднимали эту тему. Почему? Потому что никто, никто не жил на свою зарплату. И сегодня вопрос, к сожалению, не к Ане Герман или каким-то там, я не знаю, Азарову, Виктору Януковичу, которые, понимаете, они же жили за взятки, за миллиарды и за миллионы долларов, которые они украли у страны. Это очень важно. Давайте не смешивать сейчас вот Ану Герману, Устафу. Вот поймите, это очень важно. Я вам задаю очень прагматичный вопрос. А я очень конкретно отвечаю. Этот человек, который сейчас идет в политику для того, чтобы что-то изменить, и он честно сказал, что депутаты до этого никогда не жили на зарплату, поэтому они не поднимали эту тему. Еще раз. Смотрите, я не планировала так подробно разговаривать о Мустафе. Тем более, вы две минуты назад сказали, не будем. Это им нужно задавать вопросы. Раз вы сами заговорили о Мустафе, как он до сих пор жил на такую зарплату, скажите мне? Ведь он же задекларировал такую зарплату. Как он до сих пор на нее жил? Послушайте, я еще раз. И он же мог уйти в бизнес или в коммерческие структуры. Вот смотрите, если я, например, завтра пойду работать в школу, зная, какая там зарплата, я не имею права требовать, чтобы мне повысили зарплату, а другим, считай, мне повышали. Он не требует этого. Понимаете? Вы не совсем правильно, вот, конец вопроса. Я сейчас объясняю, обсуждаю с вами этическую сторону этого вопроса. Давайте вот этическую, правильно, этическую сторону вопроса нужно обсуждать в глобальном контексте. В чем самая большая проблема? Не в том, что Мустафа сказал, для меня это зарплата маленькая. Нет, не в этом вопрос. И очень важно об этом сегодня в обществе говорить. Мы говорим о другом. Сегодня, для того, чтобы депутат был независимым, для того, чтобы он реально не зависел от олигархов, от партии, которая ему будет, скажет, давайте мы вам будем доплачивать, тут же вот маленькая зарплата. А врач? Он должен быть независимым. Одну секундочку, Наталья, это еще раз. Мы сейчас говорим конкретно о парламенте и о депутатах. Вот давайте закончим. Я хочу закончить этот вопрос. Для того, чтобы он имел возможность реально поменять что-то в этой стране, он должен быть независимым. В общем-то, за это Майдан боролся, за то, чтобы пришли новые люди, которые бы просто не крали. А я вам говорю, что сегодня, в общем-то, невозможно за пять тысяч Мустафе, у которого нет квартиры, которому надо снимать квартиру, прожить за эти пять тысяч. Но в чем речь? Он человек, который поднял и не побоялся поднять этот вопрос. Почему? Потому что он не собирается брать взяток. Потому что он сказал, что я не хочу быть зависимым и опять идти и просить у кого-то. Вы знаете, вот я депутат, я вам могу, наверное, порешать какие-то вопросы, вы мне, пожалуйста, там можете помочь. Хорошо, давайте тогда, смотрите, закроем тогда вопрос зарплат, потому что я так понимаю, что на мой вопрос вы не ответили. Что поменяло за три месяца, когда человек жил на эту зарплату, а потом сказал, что не может жить на эту зарплату. Я попрошу вас задать этот вопрос Мустафе, но что я знаю, что в предыдущие годы он получал какие-то намного больше денег. Вы знаете, что он работал там на ТВА, а перед этим еще Шустер студии, поэтому я понимаю, что у него были какие-то сбережения. Светлана, вы являетесь соучредителем очень многих общественных организаций и очень многих проектов общественных, вот в частности проекта «Честный», да? Они много очень говорили, очень много писали. Вот с вашей точки зрения, какие результаты работы этого движения? Я считаю, что один из самых важных, наверное, результатов, что мы повысили прозрачность в политике. Я могу навести несколько примеров, которые для нас были важными и какими-то, ну вот, как важными ступеньками. Первое, это, конечно же, персональное голосование. Вы знаете, что Конституция украинская, она обязывает депутатов голосовать персонально. Но за предыдущие 22 года украинского парламента не было ни одного парламента, где бы действительно депутаты принимали законы в конституционный способ, то есть голосовали лично. В чем вообще проблема? Это ведь не техническая сторона вопроса, что вот, ну, подумаешь, один нажал или там за троих нажал. Я понимаю, да, в чем проблема, конечно. Я думаю, все это понимают. Нет, ну, мне кажется, важно объяснить зрителям, что неперсональное голосование позволяло то, что в депутатах, то есть в зале Рады могло находиться там 70 человек, которых, был человек, который никогда вообще в жизни не появлялся. Например, Ахметов, да, будучи депутатом, не одного раза, и он не был в парламенте за все пять лет. Один раз был. Для того, чтобы получить иммунитет просто, свой значок. Он звонил и говорил, нам нужны такие решения. Это означает, что не было персональной ответственности. Это означает, что вообще ни один депутат, в общем-то, не боялся какого-то переизбрания или избирателей, или не нес ответственность за то, что был принят, например, какой-то закон, который, ну, например, там, против журналистов, которые ущемляли свободу слова, да. Закон про наклад, вы пометаете, напомню, да. Ну, у нас же и теперь нет закона обоза верепутата, насколько я знаю. Если он нарушает свои обещания, свадьбики нет. Конечно, конечно, нет. Ну, и иммунитет до сих пор у нас работает, да. Именно поэтому для нас было важно, чтобы люди начали голосовать персонально. Что это поменяло? Это поменяло то, что в какой-то момент даже партия регионов, вот в 2012 году, когда они поняли, что, ага, оппозиция сейчас принесла новую культуру в политику, когда они лично берут ответственность за голосование. Они поменяли даже, они по списку ушли несколько депутатов для того, чтобы зашли новые, потому что они понимали, что вот эти никогда не будут в парламенте. Есть еще несколько вещей, которые для нас были важными результатами. Это финансовая прозрачность. Вы, наверное, ну, не знаю, может быть, следили. В этом году, это был первый раз вообще в истории кампании, когда политические силы опубликовали свою финансовую отчетность по поводу того, как они проводили кампании, за какие деньги, сколько это стоило, каким образом они их потратили. Точно так же большинство партий, по крайней мере, продемократических, показали свои декларации о доходах. Если вы помните, еще в прошлом году, вот летом буквально... А какие политические силы опубликовали такую отчетность? Большинство. Я, честно говоря, не видела. Вы можете зайти посмотреть, даже на сайте «Честно». Это как раз было требование движения «Честно», чтобы каждая партия... Самопомощь опубликовала? Безусловно. Значит, я это просто пропустила. И более того, движение «Честно» вот как раз-то вам помощь, и блок Петра Порошенко определила как самая прозрачная. Три политические силы, да, опубликовали? Нет, больше. И Народный фронт опубликовал, и Батькивщина опубликовала. Ряд еще других сил тоже. Сила людей опубликовала. Гриценко полностью все, кстати, опубликовала. Значит, итоги деятельности блока «Честно», это то, что вот, если, так сказать, подвести итог нашего этого вопроса, это то, что перестали, началось персональное голосование, вы считаете, что это вы были инициаторами, это благодаря вам это случилось, да, в Раде, и то, что вы следили за финансовой прозрачностью деятельности депутатов. Ну, не только, я только, это только маленькая часть. Но они же и раньше давали свои декларации, на самом деле. Нет, это не совсем так. Для того, чтобы, вот я как раз начала говорить, что еще летом мы подали, подали в суд, для того, чтобы, например, даже лидер фракции партии регионов, господин Ефремов, показал свою декларацию. Он обещал это сто раз, но никогда в жизни этого не сделал. Более того, я помню, что... Уже когда пришла новая власть, то есть уже Турчина, вот буквально в августе месяце, он сделал указ, внутреннее распоряжение, которое обязало аппарат Верховного Совета... То есть Фирма Каганедал вам декларации? Лично нет. Еще раз повторю, что это было сделано буквально в августе. А сколько человек вам отказало? Впервые все депутаты показали декларации. Ну, я вам скажу, что ни партии регионов, ни коммунисты не показывали свои декларации. Большинство мажоритарщиков, а также часть, кстати, Батькивщины, вот даже до последнего буквально момента отказывались показывать. Но, опять же, в августе было распоряжение Турчинова, который аппарат обязал сделать это, в общем-то, автоматически. Поэтому сейчас на сайте вы можете зайти и увидеть декларации всех депутатов. Говорят, что на... Я не знаю, насколько это соответствует действительности, вы сами скажете. Говорят, что когда вы работали в фонде Рыбачука, вы занимались распределением грантов. Не существует такого фонда Рыбачука. Что это такое? Ну, в аппарате Рыбачука. Я не знаю, в институте Рыбачука. Я не понимаю, как точно это называется. Я не понимаю, о чем вы даже говорите. Нет такого понятия. Ну, в данном случае это какой-то просто грязный пиар, который вы нашли в интернете. Это ничего общего не имеет действительно. Нет такого института. Что значит грязный пиар, я не поняла. Что значит распределением грантов? Ну, было определенное количество грантов, да. Где было гранты? Ну, в институте Рыбачука. Ну, вы не правы. Это просто невозможно даже отвечать на этот вопрос. Еще раз. Есть фонды, которые выделяют гранты. Так. Это международные какие-то фонды. Давайте возьмем международный фонд Ренессанс, например. Есть фонд посольства СИДа, например, который шведский, который выделяет гранты общественным организациям. Как называлась структура Рыбачука, скажите мне? Нет такого понятия, как структура Рыбачука. Вообще нет. Общественная организация. Давайте, позвольте мне ответить на вопрос. Есть общественная организация, которая называется Центр Юэй. Это общественная организация. Она никакого вообще отношения к распределению грантов не имеет отношения. Как раз общественная организация пытается найти какое-то финансирование для того, чтобы реализовывать те или иные проекты. В Центре Юэй Олег Рыбачук является главой общественной организации. Ну, вы же работали на гранты, эта организация работала. 99% нашей общественной организации как раз работала за счет международных грантов. Но я сразу вот, знаете, когда... Светлана, вы не обижаетесь. Я совсем не обижаюсь. Я просто, да, возможно, я не точно сформулировала, но просто вы имели отношение, насколько я понимаю, к распределению этих денег, которые приходили на разные... Это некорректно. Нет, нет. Это некорректно. Нужно понимать вообще природу, что такое общественная организация и каким образом она работает. Я вот хочу как раз рассказать... Я не обижаюсь. Я просто, знаете, это как будто, если я скажу журналисту, что вы, например, обслуживаете какую-то власть или вы работаете по заказу кого-то. Это примерно вот такое же, понимаете... Нет, нет, это разные вещи все-таки. Нет, нет, не разные. С точки зрения работы общественной организации, это как раз так. Вот послушайте, пожалуйста. Есть разные... Ну, позвольте мне ответить по поводу общественной организации, потому что это очень важно, мне кажется. Смотрите, общественная организация во всем мире, это структура, которая пытается делать какие-то функции, которые не выполняет сама государство. Я понимаю, Свет, ну, конечно, Волга впадает в Каспийское море, это же ясно. Общественная организация занимается, она лоббирует интересы общества, и она занимается тем, что она для общества что-то делает. Она существует на какие-то деньги, правильно? Я хочу перейти к украинским реалиям. Я хочу просто показать, как они работают в мире, и что было по-другому в Украине. В Украине действительно есть очень много организаций, которые на самом деле есть квази-организациями. То есть они берут какие-то деньги, они безответственно их каким-то образом тратят, не добиваются никаких результатов, пишут какой-то отчет. Но, наверное, так же, как и бывает очень много журналистов, которые некачественно делают свою работу, или власть, которая не служит в интересах народа. Но есть очень хорошие общественные организации, которые приносят реально пользу. И мне кажется, как раз Евромайдан, который мы пережили, как раз показал, что самыми эффективными были общественные организации, которые показывали проблемы, которые существуют. Наша общественная организация действительно финансировалась за счет международных грантов. Но, чтобы вы поняли, моя общественная организация, я горжусь и считаю, что это одно из самых больших достижений. Она является одной из самых прозрачных структур в Украине. Она является лидером среди финансовой прозрачности в общественном секторе. Более того, каждый год моя организация проходила международный независимый аудит. Независимая структура проходила каждую платежку. Каждый принцип принятия решения. Не просто, каким образом деньги потратились, а каким образом, кто влиял на то, как принимается это решение, по поводу того, тратить эти деньги или нет, заниматься этим вопросом или нет, были ли вовлечены люди или нет, был ли наблюдательный совет давал на это добро или нет. Светлана, мы с вами все время говорим, как будто бы, вот знаете, на разных языках. Почему? Смотрите, я вам объясню. Я, вот вы все-таки обиделись и решили, что я пытаюсь вас чем-то улечить. Вы сказали, это некорректный вопрос. Это правда. Это там еще что-то. Я вам, я у вас просто спрашиваю. Вот есть общественная организация, она получает гранты. Она решает, что эти деньги пойдут вот на эту программу, на эту и на эту. Это и называется, я же не говорю, что вы шубы покупали себе на эти деньги, или что это непрозрачно вы действовали. Понимаете, поэтому я просто спросила у вас, действительно ли вы имели отношение к решению, вот что это будут деньги на эту программу, на эту или нет. Вы сказали, нет, я не имею в виду решения. Почему? Нет, это не, ну и все. Потому что, ну еще раз, мне кажется, очень важно смотреть в суть, потому что в чем вопрос, распределяли или не распределяли гранты, но тогда ответ будет банальный, да, нет, но не в этом суть. Еще раз, общественные организации, в принципе, по природе своей, они не имеют отношения к распределению грантов. К этому имеют отношения еще раз международные фонды. Этим занимаются посольства и международные фонды, которые существуют, вот и так далее. Общественные организации, это те структуры, которые что-то делают, которые, например, мониторят работу парламента, или занимаются вопросом отслеживания цензуры и борьбы с ней, чем мы занимались, например, так. Или, например, информирование о европейской интеграции и донесение людям, что это такое, например, объяснение, что такое ассоциация, соглашение об ассоциации, объяснение вот этих 1400 страниц, чтобы люди понимали, что это им даст. Чем вы планируете заниматься в парламенте? То есть есть ли у вас какие-то интересы, какие-то приоритеты? Безусловно. Как раз вчера мы обсуждали распределение по комитетам Верховного Совета. И для меня есть, наверное, три приоритета, чем бы я хотела заниматься. Первый вопрос — это избирательное законодательство. Второе — это европейская интеграция. И третье — это свобода слова. Это то, что мне близко, и в один из этих комитетов я бы хотела пойти работать. Что касается избирательного законодательства, вы, наверное, знаете, что последние несколько лет вся общественность была за то, чтобы поменять, наконец, этот закон, который был принят, его называют Януковичский закон. Почему? Потому что он несправедливый, он не позволяет обществу действительно выбрать тот парламент, который бы отражал их представительство. Как быстро можно, с вашей точки зрения, поменять выбор на законодательство? Вы знаете, первые несколько месяцев можно поменять. Единственное, что мы говорим сейчас об избирательном кодексе, в котором речь идет не только об смене избирательной системы во время парламентских выборов, но также на местных выборов, президентских выборов, законодательства, о референдуме и так далее. Это комплексная реформа, которая позволит принести немножко другие правила вообще в обществе, каким образом мы выбираем своих депутатов. То есть вы верите, что реформирование, возможно, будет провести в ближайшем месяце буквально? Ну, потому что прошло 8 месяцев, реформа так и не... Ну, заключением, может быть, Лилия Гриневич провела реформу образования, и честь ей хвала за это, что она смогла это пропихнуть. А можно будет в ближайшие месяцы это делать, начинать, наконец? Позвольте я тогда вот скажу про то, что было за 8 месяцев, и вот мое ощущение то, как может быть. Во-первых, за предыдущие 8 месяцев, как показывает практика, нам удалось провести, на самом деле, около 15 революционных законов. Нужно вспомнить антикоррупционный пакет. Это историческое законодательство. В истории Украины еще не было такого жесткого законодательства Но очень многие критикуют этого, как очень несовершенно. Можно услышать много критики, и действительно, есть дискуссия, и это хорошо. Но с точки зрения, в принципе, тех правил, которые заложены в этом законодательстве антикоррупционном, это самое сильное законодательство за последние 20 лет. И об этом можно очень четко говорить. Спасибо большое, Светлана. Сегодня с нами была кандидат народного депутата Светлана Залищук. Человек очень активный, очень темпераментный, очень горячий. И я очень надеюсь, что и ей, и молодой команде, и вообще тем людям, которые в разных фракциях сегодня, которые пришли с новыми взглядами, им многое удастся. Ну, как минимум, то, что они планируют. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.